Вопросы благоустройства дворовых территорий, ремонта дорог или проблем личного характера на приеме граждан, который состоялся накануне, не поднимались. В центре внимания предложения, связанные с конституционной реформой и партийным строительством в Республике Беларусь. Выслушать и передать дельные инициативы дальше задача для депутата Брестского городского совета депутатов Сергея Киселевича. Такие встречи полезны. Полезны они в том плане, что порой открываются самые неожиданные предложения и самые неожиданные вопросы. Иногда даже где-то ставят немножко даже в тупик, но отвергать эти предложения не нужно. Нужно всех выслушать, нужно все это пометить. Мы эти предложения собираем. Это не первая встреча и депутатов, и представителей власти. Мы их аккумулируем, обобщаем. Ну и соответственно обобщенные эти вопросы передаются дальше, когда будут вынесены на всеобщее обсуждение, на Всебелорусское народное собрание. Наталья Понасюк, представитель Брестского филиала частного учреждения образования, колледжа бизнеса и права, вместе с коллегами, а именно специалистами в сфере законодательства, разработала несколько предложений, которые смогут оказать положительный эффект на основной закон государства. Женщина считает, что их инициатива должна найти отклик. Мы выделили такое предложение о едином дне голосования. То есть это и выборы президента, и выборы депутатов парламента, и местные советы. То есть в связи с этим ввести единый срок полномочий, например, 5 лет. И вот раз в 5 лет мы проводим выборы и президента, и непосредственно выборы депутатов Палаты представителей, и в том числе Совета депутатов. Наши коллеги также высказали предложение о том, что ввести однополатный парламент, учитывая то, что у нас небольшое государство унитарное, что, вероятно, может быть, это тоже будет оправдано. Наталья Понасюк была не единственной, чьи идеи предложения и изменения в Конституцию в будущем могут дать положительный результат. Альберт Казарян, представитель Белорусского общественного объединения демографической безопасности, тоже пришел с инициативой и нашел поддержку со стороны депутата, ведь его вопросы касались семейных ценностей. Я сегодня отправился сюда от нашего общественного объединения, чтобы предложить закрепить в Конституцию статью касаемо семьи, а именно, что брак – это союз мужчины и женщины. В непростое 21 веке время традиционные семьи тоже нуждаются в гарантии своих прав на семью, на традиционную семью. Всего было предложено более 10 пунктов изменений в Конституцию. Найдут ли они отклик в дальнейшем – вопрос, на который мы пока не можем дать однозначного ответа.